Итак, дорогие друзья, урок будет длинным. Сейчас наша задача сформировать дальнейший план изучения солидности. Я сделаю этот урок открытым, возможно, многим поможет. Ранее вы смотрели видео, если не смотрели, то посмотрите, оно будет в описании видео. То есть, почему у новичков не получается понять, как писать блокчейн. Обратите внимание, в видео мы рассматривали общий план, как понимать блокчейн данный. Если вы помните, начинали мы с чего? В первую очередь начинали с понимания шаблона языка, то есть шаблона создания смарт-контракта. И сейчас по нему движемся. Но вместе с тем мы изучаем язык. И теперь подошел тот момент, нам надо конкретизировать. Перед этим мы с вами проделали большую работу. То есть подготовили VS Studio, установили Python, установили MkDocs, залили на Git. То есть, зачем нам это нужно? Теперь у нас есть рабочая среда. И мы продолжим рассматривать язык программирования Solidity в рамках шаблона. То есть, и учимся писать шаблон контракта, и при этом рассматриваем сразу язык. Да, для тех, кто первый раз смотрит, сайт theapp.spb-tut.ru Тех, кто новички, надо смотреть уроки сначала. Просто я хочу, чтобы вы увидели сам принцип изучения солидности. Итак, ребята школы, смотрите. Мы с вами уже рассматривали контракт, работали со структурой, изучили тип данных, структура. И далее мы ранее еще до этого выявили, что из чего состоит контракт. В данном случае можно выделить несколько блоков или слоев. Первый блок или слой это коллекции ссылок. Здесь у нас получается в данном случае контракт голосования. В принципе, мы поймем дальше, что все контракты состоят, в принципе, по одному и тому же принципу. Идея голосования и выявления победителя. В первой структуре у нас выделено, как мы будем выявлять победителя, по каким признакам. И действие голосовал, не проголосовал, делегировал. Второе выявление самого победителя, пропейсал, то есть имя и подсчет голосов. Кто больше голосов, тот победил. Это можно назвать слоем, который мы видим. Можно назвать просто частью шаблона. Второй слой мы видим и который будет присутствовать в каждом контракте. Это однозначно адрес, так как блокчейн, по сути дела, это сеть из аккаунтов. Значит, каждый аккаунт будет содержать какой-то адрес. Поэтому адрес будет везде. Далее мы видим, это еще один слой определения промежуточной, определения хранения данных промежуточных. Первое это тип сопоставления, как словари в Python. Сейчас мы о них будем подробнее говорить, чуть попозже, но сейчас принцип. То есть, где мы будем хранить данные. В данном случае здесь хранится адрес, а здесь создается массив. И далее конструктор мы пока не трогаем, это уже классы. Далее идет блок функций. По сути дела, сама логика и все данные будут обрабатываться в этих типах. То есть, теперь, к чему мы подошли. Когда мы поняли, что есть определенные типы, структура, сопоставления и массивы, то мы наконец-то обратились к документации. Типы, да? И действительно посмотрели. Нас интересуют ссылочные типы, которые, в принципе, мы будем использовать в каждом контракте. Ранее, уроком ранее, мы с вами разобрались в такой вещи. Что же в себя включают, согласно документации, ссылочные типы? В настоящее время все три типа, структура, массивы, сопоставления, это ссылочные типы. А согласно нашего контракта, то мы видим, что структура сопоставления и массив присутствует и будет присутствовать практически в каждом контракте. Поэтому, далее, уроком ранее, мы с вами разобрались в чем. Мы выявили с вами, что основное отличает ссылочные типы от других. Я не буду перечислять, был урок и показывал примеры на Python, чтобы было понятно. Но с чем мы здесь столкнулись? Если вначале мы читали, что и понимали, что наша основная задача это сделать код таким, чтобы контракт получился выгодным. То есть, в блокчейн есть такое понятие, как газ. Иными словами, плата за саму транзакцию. Так вот, задача программиста не просто написать код, чтобы он работал, а сделать код, чтобы не получилось так, что конечная услуга стоит 5, допустим, рублей, а сама транзакция стоит 15 рублей. Что делает вообще немыслимым, да, невыгодным перевод. Ну, майнерам будет выгодно, конечно, зарабатывать такие деньги. Но это неправильно. То есть, ну, вы поняли, работать такое не будет. Так вот, теперь подошло время, то, что мы с вами подготовили, наш Markdavan, составить план. План у нас будет динамичный, динамический, да, то есть постоянно меняться в зависимости от вводных. От основной структуры изучения языка мы не отходим. Она у нас то, как я показывал в том видео, общая структура, шаблон, составление контракта. На основании шаблона выделяем те или иные типы, работаем с документацией, изучаем их. Но у нас появляются вводные. Зачем нам эти вводные? Потому что само изучение тогда будет для нас эффективным. Когда мы будем понимать в конце изученного нашей солидности не просто научиться писать контракт, а понять, как его тестировать и что в нем тестировать. И вот первое то, что к нам пришло, это то, что мы увидели, что сейчас все ссылочные типы, которые мы будем использовать, имеют место хранения данных в трех местах. Если вначале мы читали, у Solidity есть три вида хранения. Это память, сторож, хранилище и CalData, то есть стек, то здесь мы видим новое CalData. Язык программирования солидности, они дальше это описывают, он постоянно развивается. И в предыдущем уроке как раз я вам давал домашнее задание почитать практики, да, и пока просто сделать свои какие-то выводы, что мы здесь должны были увидеть. А если вы проанализировали документ, который я давал, я не говорил вам все выучить. Я сказал, что наша цель в первую очередь сейчас обратить внимание на важность для составления плана. И внизу мы видим код, человек пишет, да, не надо ничему верить, я не призываю, все это мы будем проверять. Сейчас важно это просто понять, что проводил тест и пишется стоимость газа, да, то есть именно сколько стоимость газа в самых малых единицах. Иными словами, наша задача научиться добиваться, чтобы эта стоимость была как можно дешевле. И действительно, сейчас для написания плана, так как мы понимаем, что мы будем и структуру, и сопоставление, и массивы использовать всегда, то, в принципе, мы будем использовать разные виды хранилищ. И от вида хранилищ и правильного типа зависит газ. Это мы сейчас будем себе записывать, чтобы у нас на выходе было понимание, как работать дальше с солидностью. В принципе, давайте сейчас я разъясню эти вещи. Вот человек задает вопрос, помимо паблик, то есть мы делаем для себя уже вывод, и сейчас сразу будем набрасывать, да, план. Вот наш подготовленный шаблон. Ну, во-первых, я сказал, что у нас будут планы наши поэтапные. Мы выделили отдел газ, под которым мы понимаем снижение газа. Сейчас нам надо указать здесь причины, над которыми работать. То есть, получается, картина правильная. Повторюсь. Получается. Изучение солидности, да. Мы не отходим от нашей основной задачи понимания, в первую очередь, шаблона контракта. Их несколько типов, поэтому здесь проблем не будет. И если со структурой тут все понятно, то мы здесь, второе и третье адрес, да, в шаблоне контракта, это хранение данных. То есть, надо где-то промежуточные данные записывать, которые мы будем в функциях. И здесь, как я говорил ранее, у нас получается, значит, структура, с ней уже все понятно, маппинг и пропейсл. То есть, маппинг это сопоставление, а пропейсл мы видим это массив. Далее подробно изучим массивы. Сейчас просто изучить массивы, да, это ничего не даст, так как мы будем болванами. Чтобы нам не быть, ребята, болванами, нам надо выяснить связи. В первую очередь, влияние на газ. Чтобы потом осознанно выбирать тот или иной тип данных. И у нас, во-первых, появится причина, зачем нам это изучить, и насколько скрупулезно будем это изучать. И как выстроим изучение дальнейшее. Здесь очень много вопросов появляется. Кроме этого, как вы видите, я постоянно вас учу работать с документацией. Почему? Потому что документация это основа. Вопрос, мы учимся ее понимать. Здесь сразу, еще отвлекусь на одну секунду, в курсе джанга мы очень много работали с документацией, поэтому солидность надо изучать совместно с курсом джанга. Почему? Потому что здесь мы работали над такими вещами, как система работы с кодом и работа с документацией. Учились работать в питон с функциями. То есть эти вещи, они как бы являются базой. И понятно, тогда солидность рассматривать, это уже продолжение. Мы можем сосредоточиться только на мелочах. Тем более, с джангом мы будем писать первый блокчейн. И вот человек задает вопрос. Помимо паблик-водификатора, эфир вводит экстерналь. Иными словами, пока я поясню, мы на это не средотачиваемся, чуть позже это будет. Абсолютно верно. В данном случае получается, что на самом деле на газ влияет и видимость функции. Видимость. То есть и сейчас в документации мы видим, что нам обязательно указывать надо место хранения. Мы к нему сейчас вернемся. И хочешь, не хочешь, нам придется указывать. Нам придется указывать это модификатор. То есть доступность. И все это влияет на газ. И здесь давайте уже сразу набрасывать. Итак, пункт газ 2.1 мы можем теперь переименовать нашу заготовку в такое название, как план. План. Давайте набрасывать. Просто пока набрасываем. Я хочу, чтобы вы поняли главную, основную мысль. Нельзя солидность изучать, вот как взял Python. Ну давай изучать то. Здесь надо в первую очередь понимать связи. И формировать сразу вот это вот мышление программиста нормальное. Которое, в принципе, у вас и так есть. Отвлекусь. Вы собираетесь на рыбалку. Я возьму термос. А я возьму угли. Да, ты возьми, потому что мне трудно. У меня далеко магазин. Мне придется еще час потерять. То есть это в жизни у вас происходит. Одному далеко идти, второму близко до магазина. На самом деле в программировании те же моменты присутствуют. Просто они здесь явно открыты. Откроем контракт и поймем. Кроме всего прочего, нам надо, чтобы написать код таким образом, чтобы транзакции были дешевые. Чтобы это работало быстро и хорошо. Почему во главу угла ставим. Я сейчас буду писать, потом читать вам, чтобы искать много времени. А дальше все-таки я буду писать, накидывать. Да, потому что изучение языка и порядок размышления это одно и то же в данном случае. Влияет на эффективность. Итак, первое. Шаблон. Шаблон. Мы с вами договаривали, что мы изучаем шаблон контракта. Их несколько. Но в данном случае он будет включать несколько вещей. Первое. То, что мы уже, значит, переменные. У нас они выражаются в том, что сначала мы берем стартовые условия, по каким признакам мы будем определять. И видим, что здесь у нас struct, структура. И мы уже знаем с вами, что это относится к ссылочным типам. Следующее. Место хранения данных. То есть, здесь мы видим и структура, место хранения данных, и маппинг. То есть, сопоставление это как ключ значения слова Reef Python. И массив. То есть, все три типа используются в контракте. И, в принципе, практически в каждом. Значится, мы себе помечаем переменные хранения промежуточных данных. Данных. И пишем. Структура. Далее. Пишем. Далее. Массив. Далее. И. Следующее. То есть, второе. Массив. И. Третье. Маппинг. Сопоставление. Как словари Python. В принципе, язык написан из трех языков основных. Это JavaScript, C и Python. Именно это вдохновило разработчиков, как они пишут. Сразу оформляем. Нам надо читаемость. Итак, хранение. Дальше. Здесь у нас еще есть обязательный атрибут. Это ссылка. Это другой тип данных. Но, так как контракт. Так. Немножко не то сделал. Каждый контракт имеет адрес. Так как, в принципе, сам блокчейн это сеть из аккаунтов. Значит, будет адрес всегда. И в какую структуру дальше будем разбирать, его заключать. И дальше идет логика. То есть, что это у нас? Функции. Так. Так. Все. Шаблон есть. В данном случае просто взять и разобраться, что такое массив. Здесь сразу себе записываем. Это я для себя записываю, чтобы дать вам. Такой момент. Сразу запишу, помечу. То есть, помечаем все в документации. Значит, по массиву дать домашнее задание. В языках массивы. Здесь записываем себе. JS. Java. Python. И вы найдете общее. Потом я сформулирую конкретно. Уже, когда буду давать домашнее задание. Но, по сути дела, для вас не должно быть разницы, в каком языке писать тот же массив. Потому что принципы одни и те же. Я, в принципе, это и раньше говорил в школе, когда Python-Jango этому учил. Открываем документацию. Копируем. Копируем. Открываем наш шаблон контракта, он и есть в коле переведенный. Но здесь нам достаточно непереведенного, так как наша задача обратить внимание на само составление плана. Так, надо было по-другому сделать. Вбиваем пример, который я вам дал, потому что от него будут дальше другие примеры. Кроме документации мы смотрим, что делают другие люди. Сейчас я хочу сказать то, что хочу сказать. Ребята, помните простое правило. Я показывал когда-то, это в школе Python. Большинство людей, они не пишут ничего. И по сути дела, они не могут не писать код, они не могут размышлять кодом. Например, пошел в магазин и размышляешь. Почему? Потому что это надо нарабатывать. Но сначала научитесь это прописывать. Когда вы научитесь выражать свою мысль письмом, а это будет получаться лучше и лучше, то вы легко сможете это делать в мыслях. И тогда ни одной секунды времени в вашей жизни не будет происходить зря. Пошли в магазин. А, боже мой, дошло. Пришел домой, написал код, все окей. Но сначала это надо наработать. Это и такое понятие и есть. Система работы с кодом. В курсе джанга мы ее подробно изучали. Здесь не останавливаемся. Здесь просто применяем. Пишем. Отлично. Копирую. Предыдущий урок уже более общий. На что обратить внимание мы с вами проделали. Поэтому скопируем некоторые вещи себе в документацию с этого урока. Задача эта решаемая. Эффективность изучения. В первую очередь во голову угла ставим две вещи. Газ и безопасность. Сейчас у нас идет в первую очередь газ. Но чтобы удобно и правильно понимать, что нам надо изучить. Давайте соображать. В первую очередь, вполне логично, но мы отнесем. Использование функций их ссылочных типов выводит правило. Функции нам надо знать на лету. Затереть до дыр. В принципе, на сайте spb-retout.ru, на главной странице я писал. Если вы не знаете, не понимаете функции, то в принципе языка вы никогда знать не будете. В большинстве своем ребята делают так. То есть проходит язык типа по какому-то там учебнику. Посидел, поделал одно, поделал второе. Стал из компьютера, ничего не помнит. Но ничего, говорит. Завтра новое буду делать. И в конце концов остается кашей. Этого еще мало. Например, в курсе блокчейн мы часто очень обращаемся к исходному коду. Документация не всегда полностью понятна. Но когда смотришь исходный код, то в принципе все становится на местах быстро сразу. Так вот, ну чтобы понимать код, надо понимать функции. Почему? И не исключение язык солидность, потому что на самом деле вся логика пишется на классах или на функциях. Поэтому, если мы плохо знаем функции, просто вот взяли и прошли, ну и пошли дальше, как обыденно, то это не есть хорошо. Ничего не будет. Что же вы будете соединять? Представьте себя, утром вы собираетесь попить чай. Чешите репу и думаете, так, мне, чтобы попить чай, кружка надо, не знаю, может стакан, а может блюдца. Чай-то надо, но чай вроде как надо, я же его собираюсь пить. Сахар надо, не надо? Нет, ребята, такого. Вы четко понимаете, у вас машинальные действия. Чайник поставил, схватил кружку, пакетик, сахар, ложку, то есть все механически произведено. Но ведь так должно быть и в функциях. Как мы будем размышлять функциями, ребята, если мы сидим, будем чесать репу и читать, допустим, да, вот давайте посмотрим. А что у нас вот это? А что вот это? А что вот это? А зачем оно? А к чему оно? А что вот это? А что вот это? Нет, ребята, так не должно быть. Функции надо затирать до дыр. Иными словами, глянули, параметры считали. И язык тут не имеет значения. В любом языке будет функция с параметрами. Только они будут просто разные параметры и требования к ним разные. Но функция и параметры есть в каждом языке. Их надо считывать моментально. Не надо задумываться. Вот я, допустим, посмотрел, ага, и вы уже после этого урока поймете, уже когда мы даже с вами прошли, мы с вами познакомились. И четко понимаем, это будет обрабатываться быстро. Почему? Потому что там доступно только чтение и неизменность. И это уже для нас, получается, я привожу пример. Мы начинаем соображать. Ага, когда-то, то есть только чтение. Пары. Эта функция не должна изменяться. То есть мы четко будем себя знать, что данная функция применяется, которая ничего не меняет. Почему? Потому что для солидности это имеет огромное значение. Где меняются значения, а где нет. Ведь можно поменять и деньги другие будут. Правильно? И у нас получается, а вот модификатор, да, что это сейчас функция публичная. Набрасываем. Пока просто набрасываем функции. Здесь надо три вещи. Первая вещь. Считывание на автомате. Вторая вещь. Параметры на автомате. Третья вещь. Исключение вызова на автомате. Исключение основных. Или то, что программисты называют иногда ошибками, да, это то, что надо. Но для, вот это для пайтона было бы достаточно. Для солидности этого мало. Здесь пишем функции. Модификаторы. Почему? Потому что язык статической типизации, как мы видим, модификаторы. Не вверху доописываем. Не вверху доописываем. Полное понимание структуры функции. Именно в солидности. Это очень важно. Почему? Потому что здесь немножко другой принцип. Здесь другой принцип, его надо понимать. И наряду с тем, что мы указываем, кому видна функция, мы указываем, должны изменяться данные или не должны. И мы сразу указываем четко, что нам надо возвращать. Прежде чем вернуть, мы должны уточнить. Мы будем возвращать тип Uint. То есть целые положительные числа. Чтобы тогда функция никогда не даст возвратить, допустим, те же строки. Иными словами, эти все вещи надо знать. И тогда уже отсюда можно отталкиваться к более глубоким вещам. Но так как у нас сейчас задача стоит только формирование плана, и наш план будет динамичный, поэтому мы сейчас опираемся на три вещи. То есть мы с какой стороны смотрим? Со стороны именно ссылочных типов мы сейчас составляем план влияния на газ. Почему? Потому что мы их будем везде использовать. Маппинг, стракт и массив. И как мы с вами до этого прочитали, это и есть ссылочные типы. Сам вот этот план, это план изучения. Здесь мы еще не делаем выводов, что влияет на газ. Далее, давайте-ка мы сделаем вот так. Функции. Ссылочные типы. Массивы. Ссылочные типы. Ссылочные типы. Ссылочные типы. Ссылки. Ссылки. Теперь для нас важно пометить. Если вы используете сущный тип, всегда должны явно указывать область данных, где хранятся типы. Копируем. Сначала наша задача, прежде чем начать использовать, нам надо выявить общее у этих вещей. Общее у них одно, они все работают по одинаковому, но общее у них одно, это все ссылочные типы. Что такое ссылочные типы и примеры, было проще показать на Python, я уже показывал в предыдущих уроках. Теперь, ребята, давайте вот этот абзац рассмотрим и тадададам, у вас станет на места мой предыдущий урок. Новые хотите изучать, идите в школу, где он там сайт, deapp.spb.ru, будет в описании и изучайте подряд, тогда будет понятно. А я для ребят в школу говорю, ребят, помните, как я вам показывал, что мы на Python примеры, что переменные могут менять значения. Вот это надо нам будет, это относится к безопасности. То есть, помечаем себе безопасность и... По сути дела, нам надо думать будет над двумя вещами, безопасность и уменьшение газа, и при этом решать задачу. Это сложно. Для этого просто надо знать, что происходит. Давайте рассмотрим вот эти вещи. Сейчас речь идет о том, именно о памяти. Везде, где есть функции, мы видим во многих местах такие вещи, как сторож, то есть хранение в хранилище. Дальше, в хранилище, или где здесь, дальше смотрим, в хранилище, модификатор экстерналь, проверка, да, но это уже чуть позже. То есть, получается, следующие вещи. Итак, присваивание между сторож и мемори, кальдата, всегда создает независимую копию. Иными словами, все банально просто. Так как к ссылочным типам относятся три вида памяти, сторож, мемори, кальдата, то есть все три. Если мы, допустим, в одном месте используем сторож, в другом мемори, то везде создается независимая копия. Иными словами, если в одном месте мы изменим переменную, в другом она не изменится. Забили себе на носу, дальше будем разбираться. Если мемори и мемори, создание ссылок, мы с вами рассматривали в предыдущих уроках. То есть, иными словами, создается ссылка на область памяти. Когда мы меняем в одном месте, меняется ведь значение в области памяти, потому что в ссылке ничего не хранится. Это означает, что изменения в одной переменной также видны во всех других переменных памяти, которые ссылаются на те же данные. Пока это не так, может, просто, но просто запоминаем. Когда одинаковая память память, то изменения видны для всех. Присваивание от сторож к переменной локальной. Иными словами, локальная переменная, которая видна внутри функции. Присваивает только ссылку. Что это значит? Пока, если не разберете, ничего страшного. В примерах разберемся. Сейчас важно теорию убить. Это значит, что иными словами, есть переменная А, которая присвоена значение 5. Берем переменную Б, которую присваиваем значение А. И переменная Б меняет значение. То есть, когда ссылка, всегда можно поменять значение. Все остальные задания сторож всегда копируются. То есть, здесь надо запомнить одно. Только в локальной видимости, например, видимость внутри функции, создается ссылку. Все остальные вещи, если мы создаем сторож в структуре и так далее, всегда копия. То есть, независимые. Друг друга не видят. Пока с этим навряд ли вы разобрались. Но мы с вами что сделали? Мы с вами, по крайней мере, обозначили. Это и есть безопасность. Сюда вбиваем. Безопасность. Здесь себе комментируем. При использовании именно ссылочных типов. Потому что в другом месте что-то может изменяться. То есть, ссылочные типы, которые мы с вами сейчас будем далее рассматривать. Массив, структура, маппинг. Уменьшение газа. На самом деле, даже с той статьи, которую я вам давал читать, и просил сделать выводы в домашнем задании, как вы их видите. Не надо бояться ошибиться. На самом деле, даже область видимости влияет на газ. Это то, что нам надо проверить. Почему? Записываем себе. Проверить. Метод. Изменение видимости. То есть, соотношение изменения видимости и влияние на газ. Модификаторы. Модификаторы. Их четыре всего. Это все план, как нам изучать. Потом документации. Разберем. Дойдем до этого. Что влияет на газ. Проверить. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь потом будем код вставлять, примеры. Посмотрим нашу документацию, что у нас получается. Чтобы потом уже посидеть, подумать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вам напоминаю, кто смотрит. Это мы все делали. Было много заданий, чтобы разобраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас надо файл Python. Появился. Так. Ага, 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 ага. Блокчейн прожит. В принципе, сделаем по-другому, чтобы не удалять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а что у нас там? Так не может быть. А, ребят, я просто переделал систему на другой диск. Поэтому сейчас по-новому установил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я установлю все. Я уже это не показывал, так как все это мы проходили уже. Поэтому единственное, что я открываю, открываю нашу наработку, да, по плану изучения дальнейшего. Мы план теперь можем спокойно почитать, переосмыслить, дополнить, и мы будем его дополнять. Итак, что самое главное достижение, если мы его открыли? Когда мы смотрим, мы понимаем, что наша главная задача – это уменьшить газ. То есть теперь мы соображаем. Нам надо будет изучить модификаторы, но прежде чем изучить модификаторы, мы понимаем, что модификаторы будут использоваться и в типах данных, и в функциях. Значит, давайте мы сначала сделаем так. Мы сначала сейчас рассмотрим... Вот мы сейчас уже рассмотрели что? Что в себя вообще включают сами ссылочные типы? Теперь нам надо, в принципе, как вы помните, мы уже пишем вместе с документацией наш контракт, только уже сами, да? То есть нам надо будет написать вот эту часть контракта, который мы пришли. То есть написать ссылку и написать адрес маппинг и написать массив. Но чтобы писать это более осознанно, давайте-ка мы сделаем следующее. Пройдем массивы. На выходе мы можем впереди, сзади, где вам будет удобнее. Я лично делаю по-разному, если честно сказать, как в голову взбредет. Но делаю для себя всегда неизменно. Я собираю то, что на что влияет. И сразу становится понятно. Значит, записываем наш план. Первое. Что мы сейчас будем в дальнейшем делать? Так и пишем. Написать в нашем контракте, а мы его пишем в предыдущих уроках, ссылку, массив. Но сначала бы хорошо, что сделать? Пройти массивы. Маппинг. И структуру мы проходили. Значит, в первую очередь нам надо понять разницу. Общее, что это ссылочные типы, мы уже поняли. Пора понять разницу. Далее. Домашнее задание вам дам. Давайте подумаем. Хорошо. Если хранится данный, ну, массив, как апельсины в этих ячейках лежат, то же самое. Значит, нам надо создание массива, создание, методы. И какие бывают? Пока хватит. Методов здесь мало. Для чего, что сохранить данные, мы уже поняли. Теперь надо разобраться с синтексисом. Потому что углублять будем позже, сейчас надо первичный синтексис пройти. Теперь мы четко понимаем, что в принципе, на что обратить внимание дальше. Но прежде чем обратить внимание, мы понимаем на две вещи. Это модификаторы и место хранения. То, что мы для себя записали. То есть, на будущее выносим, что тестировать, когда будем в код, мы будем изменять, в первую очередь, место хранения. А вот модификаторы уже будем выкручиваться и там уже думать, как писать функции. Почему? Потому что, ну, если нельзя, допустим, сделать публичную, то ты ее не сделаешь. Но вопрос, как уменьшить газ, то это тоже влияет. И как писать код перед нами станет. Но, тем не менее, чтобы все вот это делать, нам надо что сделать правильно? Сначала разобраться с функциями. Полное понимание функций. Поэтому дальнейший план мы себе вбиваем. Второе. Потом мы вернемся, либо сделаем ссылку. И для функции мы, в принципе, можем сделать другой раздел. Просто переслать сюда. Почему? Потому что она будет тоже включать много подразделов. Но мы с вами говорили, что план у нас динамический. Мы постоянно будем опираться на уменьшение газа и на безопасность. Но при этом мы можем в другой директории совершенно сделать функции. Потому что их тоже много. И много частей понимания. Но мы четко понимаем сейчас одну простую вещь. Чтобы нам оперировать вот этими вещами, модификаторами и областью хранения, они будут записываться как в типах данных, так и в функциях. Нас интересуют функции, потому что это будет логика. Мы должны сначала, наверное, разобраться четко в функциях, чтобы мочь их использовать профессионально. Согласитесь. А потом уже придет понимание вот этой вещи. Но я сказал, зачем мы это все делаем? Мы себя изучаем определенным образом. Повторюсь. Потому что новичкам может быть не совсем понятно. Что такое определенным образом? Я говорил, посмотрите видео в начале. Я надеюсь, вы его посмотрите. Оно в описании. Первое. Нас интересует шаблон контракта. Мы в нем разбираемся. Далее. Когда мы пришли шаблоны сейчас до хранения, то есть типов данных, мы разобрали, что это ссылочные типы. И в первую очередь мы с вами разобрались, а что их объединяет. Далее мы себя вбили план понять вообще. Далее писать код. В чем их разница. И тогда будет понятно, где и как их использовать. Почему? Потому что все это будет использоваться в функциях. Но здесь мы упираемся. Мы не можем. Но делаем промежуточный вывод. Мы уже изучаем, мы уже накапливаем информацию. Что в принципе, когда мы подойдем к тестированию контрактов, чтобы писать качественные контракты, нам надо четко понимать. По чем отслеживать? Мы для себя выявили две вещи. Первое. Это безопасность и уменьшение газа. То есть уменьшение стоимости самой транзакции. Чтобы не получилось так, что сама транзакция стоит 15 рублей, а услуга только 5 рублей. Иначе будет ай-яй-яй. Мы с вами из домашнего задания, которое я давал из предыдущих уроков, поняли, что влияет на газ. Это и видимость, и место хранения. Дальше. Изучение. Значит, третий момент это тестирование. Использование. Тестирование. Выявить влияние на газ при модификаторах. Но, ребят, здесь мы сильно линейными не можем быть. Почему? Потому что сам вопрос модификатор, то есть доступность, она же не всегда по нашему желанию. Иногда вам придется делать и приватные, и интерналь, и экстерналь. Мы далее разберемся. То есть, по сути дела, от этого будет зависеть вообще, меняться сам код. И второе. Пишем в тестировании, что... Хранение данных. Вот это конкретно касается только на данный момент. Ссылочных типов. Массив. Маппинг. Структура. То есть, мы себя определяем. Далее пишем по скриптам. Хранение данных используется везде. В функциях. Классах. Обратить внимание на выделение в тестировании. Так, отлично. На будущее себя записали. Я не думаю, что мы забудем. Но все пишем. Оно обновляется. Давайте подведем промежуточный итог. Хотел сделать этот длинный урок, чтобы вы поняли, что все реально. Итак. Смотря на наш план, для чего мы его делали. Для того, чтобы определить порядок изучения. В конце концов, мы, когда собрали, это не всего языка, порядок изучения. Это вот этого этапа, в котором мы просто сосредотачиваемся на ссылочных типах. То есть, будут и другие моменты. Но здесь есть одна хитрость, о которой я говорю. Хитрость в том, что я вас учу разбираться в документации. Дальше нам это просто надо реализовать в коде. И с каждым шагом вам будет все легче и легче. Иными словами, в дальнейшем использование документации для вас просто станет как подсказками. Что очень приятно. Смотришь документацию и пишешь, если что-то позабыл. Второй момент. Как вы видите, мы постоянно проговариваем. То есть, мы достигаем нескольких целей в процессе. В первую очередь, учимся писать сами смарт-контракты. На основе понимаем шаблон, изучаем шаблон. То есть, когда мы, прежде чем подключить сам язык, изучить. Если изучать, допустим, язык, как я показал, вот так вот, что делают учебники. Эти учебники, спасибо этим ребятам, но они полезны для человека, в принципе. Или уже бесполезна, лучше документация, который знает язык. А новичок, если откроет, ну, напишет он код. А для чего? А почему? А на что влияет? Он не получает таких учебников никаких. Он получает просто код, вот делается так. Так, иными словами, это я выхожу в поле, в лес, достаю свечу и говорю, вот это надо вкручивать. Я пока положу на дерево, но, по сути дела, она должна быть в цилиндре машины. Ну, ничего. Главное, я понимаю, а кто придет, посмотрит, ну, лежит свеча, зажигание. Вот это свеча, ну, хорошо, а вопросы, зачем, как кручивается, куда кручивается, чем кручивается, проще было взять и посмотреть, да, раз на машине, и вопросы бы все ушли, согласитесь. Так вот, поэтому мы изучаем шаблон, понимая, зачем нам то или иное тип, то или функция, мы начинаем работать тогда с документацией. Иными словами, работать с этими типами. И в данном примере кода маленьком, да, плана нашего, мы дошли до того, что нам надо разобраться в ссылочных типах, которые мы будем использовать в разных контрактах. В первую очередь, мы подготовили до этого нескольких уроков наш план, подготовили движок, в котором то, что нам кажется правильно на данный момент, отобразили. И, исходя из этого, из нашей задачи, мы, во-первых, поняли, что к чему относится и что изучить. И вывели конечную цель. Конечная цель, каким наш должен быть код уже на этом этапе. Но план у нас будет динамичный. Это всего лишь маленький кусочек. Дальше мы сейчас ставим изучить функции, общий план, но для него будет другой. И что проверять. Таким образом, мы действительно можем рассчитывать на то, что изучим профессионально. Все, ребят. Итак, я думаю, вам интересно. И вы поняли, что на самом деле все получится. Надо просто выстроить все эти связи и отношения. Сайт da.spb-tut.ru И сайт jango.spb-tut.ru Спасибо, все получится.